Зритель может взять любую карту, например, он выбрал восьмерку крести. Мы уберем ее в центр колоды и если я щелкну, она уже будет сконтролирована наверх. Привет всем любителям фокусов, с вами, как всегда, Nero Young. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будет незаметный контроль карты, который почему-то вообще мало кто из фокусников использует, хотя он точно стоит вашего внимания. Если вы хотите больше контролей карт, обязательно поставьте лайк на это видео, ну и конечно же подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые обучения. Ну а прежде чем перейти к обучению на этот контроль, спонсор этого видео. Это магазин 54cards.ru. Там вы найдете огромное количество карт для фокусов или Cardistry. Есть и стандартные, и дизайнерские. В общем, огромный выбор карт. Ну и конечно же, если вы сами не очень разбираетесь в картах, там есть специальный чат, в котором вам помогут подобрать колоду по вашему бюджету и предпочтениям. Просто напишите туда и вам подберут отличную колоду, которую вы будете с удовольствием пользоваться. Конечно же, ссылка на сам магазин будет в описании, поэтому смело переходите и приобретайте себе карты по приятной цене и с быстрой доставкой. Ну а мы переходим к обучению на этот контроль. Перед тем, как перейти к подробному обучению на этот контроль, давайте разберем плюсы и минусы этого самого контроля. Самый главный минус это то, что при контроле вы видите карту зрителя. То есть вы можете использовать этот контроль только в тех фокусах, где вы можете знать его карту. Да, это самый главный минус, потому что вы ее будете видеть прямо до контроля. Соответственно, это по сути единственный минус. Можно, конечно, еще добавить не совсем естественность этого контроля, но по логике там все происходит четко и это как бы убирает этот минус. Теперь к плюсам. Плюс этого контроля в том, самый главный, что он работает скорее не на вашей ловкости, насколько вы все ловко и незаметно сделаете, как на обмане зрения. То есть мы делаем одну вещь, мы знаем, что она выглядит вот так, но для зрителя она выглядит совершенно по-другому. На этом и основывается этот контроль. Когда мы будем подробно его разбирать, вы сразу же поймете, о чем я говорю. Ну и еще один плюс этого контроля, то что он идеально подходит для новичков. Нет никаких сверхсложных техник, которые ломают пальцы. То есть и при этом его можно использовать не только новичкам. Почему нет? Он достаточно хороший для показа обычным людям. Давайте же перейдем теперь к разбору механики этого контроля. Самое основное, как вообще все происходит. Мы даем зрителю выбрать карту и я поворачиваю ее следующим образом. То есть я не по-обычному даю ее посмотреть, я ее также вижу сам. Я разворачиваю стопку, кладу на нее карту, прижимаю и показываю ее зрителям. После этого, по идее, происходит все то же самое. Я таким же образом и убираю ее обратно, но это лишь кажется зрителю. На самом деле, когда я также разворачиваю эту стопку и накрываю карту, карта оказывается сверху. Но немножко не до конца. То есть она должна прийти вот сюда. То есть смотрите, я как бы показал карту и вроде как таким же способом ее и убрал для зрителя, но на самом деле она оказалась сверху. Но чтобы все это выглядело нормально, ее нужно помимо того, чтобы положить сюда, при развороте ее нужно задвинуть вот так, чтобы она оказалась вот здесь. И вроде как все, иллюзия готова, да? Карта оказалась сверху на самом деле, мы ее сконтролировали. Но чтобы это выглядело еще лучше, я рекомендую добавить вот такую вещь. Сначала мы показываем карту и при развороте, во-первых, я задвигаю ее сюда, а во-вторых, я выдвигаю пальцами вот эту карту чуть-чуть наверх. И зрителю кажется, что это та самая карта. То есть как бы иллюзия дополняется, и мы можем даже попросить зрителя ее задвинуть. При этом карта будет сконтролирована наверх. Теперь давайте более подробно разберем, как делать все, как расположены пальцы и так далее. Итак, смотрите, самое главное и самое первое. Мы даем выбрать карту зрителю. Он может взять реально любую карту, вам без разницы. Либо, к примеру, зритель уже давно выбрал карту, допустим, это десятка пик. Мы делаем ленту, забираем ее вот так, показываем ее в последний раз, и мы готовы для выполнения контроля. То есть выбирать вам. Но, к примеру, зритель только выбирает карту. Выбрал, например, он вот эту карту, даму Буби. Смотрите, как мы ее показываем зрителю. Он дотронулся до этой карты. У нас в руках вот такой вот небольшой спред. Большой палец здесь, все остальные снизу. Мы разворачиваем его, и в этот же момент мы двигаем карту левой рукой. Хватаем ее пальцами и показываем зрителю. То есть, смотрите, происходит захват, разворот. Все. Зритель видит четко карту. После этого мы ее отпускаем этими пальцами, разворачиваем и сравниваем четко с вот этой картой. И прижимаем здесь же большим пальцем. То есть, здесь все работает на том, что мы должны просто крепко держать карты. То есть, раз, два. Но при этом вам нельзя сделать вот так. Это слишком тупо. Смотрите, мы показали ее раз. После этого сравниваем. И при развороте мы делаем два действия одновременно. Задвигаем эту карту большим пальцем до упора. Максимально ровно это нужно сделать. И как бы резко с одной стороны, но при этом это не должно выглядеть слишком подозрительно. То есть, нельзя обращать внимание зрителя на этот момент. Потому что это, во-первых, может и по звуку быть слышно, как вы резко что-то двинули. И может быть видно. Соответственно, смотрите. Раз. Накрыли. Развернули. Задвинули. И при этом вот этими пальцами мы выдвигаем вот эту карту. Соответственно, для зрителя создается иллюзия, что это та самая торчащая карта. Так как мы ее вот так вот хватали. Соответственно, она может торчать. Все это дело сравниваем. И дальше задвигаем либо сами, если не доверяем зрителю. Либо просим зрителя задвинуть. После этого карта сконтролирована и вы можете делать любой трюк. То есть, здесь сложного сверх ничего нет. Сделали ленту. Показали карту раз. Накрыли. Развернули. Задвинули. Это если медленно. То есть, здесь как бы есть небольшие нюансы. Но давайте сейчас о них как раз таки и поговорим. Я расскажу вам небольшие фишки и хитрости, как можно улучшить и упростить для себя этот контроль. Первое и самое главное это спред в правой руке. Во-первых, для вашего же удобства выполнения этого контроля он должен быть небольшим. То есть, смотрите. Вы можете дать зрителю выбрать карту. И если зритель выбрал карту где-то далеко, вы можете сложить колоду и сделать спред снова. И он должен быть маленьким. При этом карт может быть много здесь. Это не проблема. Но он должен быть раскрыт по чуть-чуть. То есть, видите, каждая карта совсем на чуть-чуть раскрыта. Не надо делать вот такой вот широкий. Да, спред. Не нужно делать гармошку. То есть, смотрите. Такой пойдет. Еще лучше, если он вот такой. И чем ровнее спред, тем будет заметнее контроль. То есть, пусть он будет чуть-чуть вот такой вот расхлябанный. То есть, раскрытый в разные стороны. То есть, какие-то карты торчат сюда, какие-то сюда. И будет вообще отлично. Соответственно, когда вы делаете этот спред, вы не заморачивайтесь. Вы просто берете его и все готово. Это если зритель вытащил уже карту, и он вытащил из кого-то такого места. Вы просто переделаете спред и просите его положить сюда. Смотрите карту. Задвигаете. Соответственно, она сконтролирована. Но также бывает такая ситуация. Смотрите. Мы сделали небольшой спред. Все удобно, все четко, да. Но если у вас старые карты, у вас может очень плохо скользить карта по карте. И вам будет очень тяжело задвинуть. Поэтому тоже это имейте ввиду. И потренируйтесь на своих картах для начала, прежде чем уже сразу идти показывать. Потому что кажется, что все супер легко. Но есть определенные нюансы. Если кто не понял, для чего делать маленький спред, чтобы вам было гораздо легче и вы гораздо быстрее задвинули вот эту карту до упора. Потому что если он будет большой, широкий, вам нужно будет очень длинный большой палец иметь, это во-первых. А во-вторых, это займет очень много времени и привлечет слишком много внимания. Еще одной подсказкой будет следующая вещь. Смотрите. Если вдруг вам достаточно тяжело выдвинуть этими пальцами левую карту, да, вы можете при развороте помочь себе вот этими пальцами. Ими как раз таки выдвинуть ее гораздо легче. Вы ее просто толкаете и все, упираясь при этом на колоду. То есть если вы не можете вот так вот развернуть карту, да, вам это мешает сделать и это движение, и это, вы соответственно можете помочь себе другой рукой. Вот таким вот образом. И все. То есть это вторая фишка, и она также имеет место быть. Посмотрите, как вам удобнее, и вы поймете, что лучше использовать. Я надеюсь, вам понравился этот контроль карты. Обязательно напишите в комментариях мнение об этом контроле. Ну а с вами, как всегда, был Неро Янг. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть их первыми. Ну и всем удачи, всем пока!